Всем геймпас, с вами Рапа, сегодня с вами продолжаем играть в World Box или же Симулятор Бога. Мы снялись на том, что Империя захватила весь мир и осталась наедине с ним. Но, сегодня мы посмотрим, сможет ли Империя справиться с вот таким вот большим количеством медведей. Так, 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 никаких тут не должно быть пальм, деревьев или что-либо. Здесь примерное количество 500. Ну, дяавно больше 100. Ну, если вы хотите посчитать, считайте, я не против. Но, можно сказать, 500 или же 200 медведей. Они будут нападать на Империю и посмотрим, сможет ли вообще справиться она. Первое, что мы сегодня сделаем, это восстание. Раз, два, три. Стоять, 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 стоять. Как мы видим, идет до сих пор война. Три, три королеса идут против Империи. Это восстание, восстание. Тут они помирятся, они помирятся, они помирятся. Ну, а сейчас посмотрим, сможет ли это вообще королесу справиться. Наверное, нет. Но мы же должны узнать, сможет ли вообще Империя справиться с тысячами медведями, так еще и с восстаниями. Мы их всех перенесем, медведей. И я расскажу потом. Мы узнаем, насколько сильна вообще наша Империя. И у меня такой большой вопрос. Да ты что? Раз, любимчик. Два, любимчик. Ты не понял? Я просто не могу понять, почему здесь все ходят с мифрилом. Просто у каждого тут, кто не постри, один мифрил. Ну, теперь вы понимаете, что они теперь избранные. Чисто потому, что они единственные, кто умный. И сделали себе из адамантия какие-то предметы. А то мифрил, мифрил и мифрил. Я просто не знаю, лучше адамантий или мифрил. Напишите в комментах. Просто адамантий, это мифрил, это драгоценный металл. Это ж не совсем крепкий металл. А вот адамантий, это один из лучших металлов. Давайте посмотрим. Это какой мне нужно именно ближнего боя. Минус ближнего боя. Скорость, баланс, мощь. Мощь 3 звезды. Ну, или же 3 просто с плюсиком. 3 плюс плюс. Какая правда. Давайте урон. Тут плюс 9. Тут плюс 9. А адамантий плюс 14. Значит, это подтверждает лишь то, что адамантий все же лучше, чем мифрил. Я, в принципе, не сомневался. Если честно. В принципе, все логично. Вау. А зачем вы тут отратили такие большие ресурсы на постойку? А, это ж постание. Че? Я уже забыл. Мы видим, что империя справилась с этим восстанием. А вот эти еще живут. Давайте с вами отправим первую партию медведей. Первую партию медведей. Сейчас мы просто возьмем их. Наспавним вот тут первую. Ну, давайте чуть-чуть. Чуть-чуть, смотрите. Вот тут чуть-чуть. Хотя империя на потом. Тут чуть-чуть медведей. И вот тут чуть-чуть медведей. Посмотрим вообще, как с ними будет справляться. О, с голыми руками выходит на медведей. Ничего себе. А, ну тут же гневные жители. Тут включены гневные жители. А, кстати, здесь кто-то есть в Садамонте? Они, кому-то бы там, эльфы тут живут. Или боги. Ангелы. Подождите, ребята. Разве в средневековье знали, что такое НЛО? Нелогично как-то. Хотя, чё я не удивляюсь? Тут, блин, атомные бомбы есть. Хотя тут в средневековье дальше не зайдет. Давайте сейчас просто включим Sonic Speed, потому что не хочется очень долго ждать, пока империя хотя бы что-то сделает. Медведей тут просто туз устраивает. Какая-то мини-игра. Опа, началось. Уже и восстание начинают воевать. Не, ну в принципе, это интересно посмотреть. Восстание против восстания. Они даже не представляют. Вместо того, чтобы воевать друг с другом, они бы уже готовились к нападению медведей. Сейчас будет просто эра медведей. По срубам, вот здесь все пальмы, а то они мешают как-то. Давайте и ради профилактики еще тут заспавним несколько медведей. А, я выключил спасспам. Сейчас, значит, просто позаспавним много медведей. Я так понимаю, просто тут многие не хотят ходить. И если тут все не будут ходить, то пальмы будут спавниться. Хочешь, не хочу. Ну, нормально. Тут пальмы... Пальмы живут своей жизнью. Просто в медведях уже растут. Не знаю, откуда они вообще. Наверное, медведи просто съели семена. Ну, они крысы, на самом деле. Хотя нет, это как артиллерия. Ну, тоже, мифрил, мифрил. Молодцы. Тут тоже мифрил. О! Но так как это восстание, мы не будем это засчитывать. Это восстание... Ну, хотя, знаете, он был любимчиком. Он был в некотором роде любимчиком. Хотя, знаете, давайте все же его даваем. Посмотрим, умрёт он, не умрёт. А, не, он умрёт. Или нет? Вы видели, сколько у него хп? 800 хп. В этом голыми руками хотят убить. Ну, хотя, знаете, в принципе... Всё, не так уж и... Я тебя сейчас убью. Какая война, скажи мне? Какая война? Ты сам, ну, еле с мифрилом ходишь. Ещё и адамантий на голове носишь. Ой... Дурная. Серьёзно, просто... Дурная хочет сделать войну, когда тут и так или есть война. Не будем долго сидеть и ждать, пока это скукотень пройдётся. Нормально, нормально. Оооо, а я, кстати, не удивлюсь. А ты, однако, хитрая империя, хитрая. Когда вроде бы начали войну, а не... А тут такая империя. Ну, я как бы больше, так что давай мне территории. Если империя захватывает все оставшиеся территории, я, пожалуй, продолжаю и выпускаю на волю своих медведей. Странно, конечно, что медведи нападают на всех. Ваш любимчик Эсине погиб. Где? В этом доме? Его что-то в пекарне сожгли. Кузнечик. Или это червяк? Давайте отпразднуем день рождения. И шесть лет исполнилось какому-то кузнечику или червяку. Не, похоже, это... Кто ты? Улетел. А не ты мне надо. Мне надо вот это. Она какая-то слишком быстрая. Хорошо. О, вот, наконец. Тоже. Сколько! Муха! Нифига себе! Или это пчела? Это пчела! Пчела! Ты шо? 31 год прожить! Ну-ка, давайте это будет моим любимчиком. Какой? Сухо. Следить, давайте его будем следить. Серьезно, мой любимчик это пчела. Не, ну хотя бы не муха на самом деле. А то мухи это такое дело. Они могут там хоть вместе с дубом расти. По несколько сотен лет. Так. Не будем долго на этом зациклиться. Хотя, мне просто интересно. До скотки она уже доживет. Не надо ни за кем с ней. Ты мой любимчик. 50 лет живет пчела! А, это что-то... Ну... Ты сколько? Ну, чё, уже 50 лет. Ладно, чтобы на ней были последние деньки. Пчела! Не говори мне. Я уже думал, что это черепаха у нее. У меня вопрос. А как он стал бессмертным? Он бы был наэлектролизованный, если бы не ударила молния. Ты смотри. Ты кто вообще такой? Не, ну знаете, в принципе, Хаева тоже сделала любимчиком. Смотри. Бессмертный. Бессмертный. Я не один это вижу. Какой-то непонятный человек сделал королевство среди медведей. Ты серьезно? Мне просто интересно. Это ж насколько надо быть таким глупым, чтобы взять королевство среди медведей. Ну, в принципе, что если это доказать? Корфуф, это не мой любимчик. Вот тут, ты смотри. О, все, тот самый с адамантием умер. Из-за того. Давайте вы уже начнете там войну, а то как-то наело сидеть. Пускай империя справится с этим. О, ничего себе. Они сразу же вот так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык сюда. Неудивительно. А теперь, пожалуйста, мы выпускаем медведей на свободу и выключаем Соник Спит. Мы делаем им песочный мост, который их переведет прямо в это тот самый королевство. О, первый рейд пошел. Первый рейд пошел. Первый медведь. У нас лидирует, как я тебя зовут, Хенё. А ты Ханё. Чёрные медведи? Ничего себе. Так, давайте-ка побыстрее. Ой, ой, что я делаю? Что я делаю? Больше означает учить геометрию. Просто вот так вот выглядит пятьсот медведей. Так, сместите все в одну шку. В одну кучку сместитесь. Да ё. Опа, всё. Медведи напали. Стоять, стоять, стоять. Ещё один нюанс. Мы уберём вот это вот, чтобы никто никуда там не утопал. Аааа, самые умные чешо. Сейчас пойдёте вместе с ними туда. Куда вы плывёте? Всё. Острова больше нет. Можете сказать пока-пока свой островочек. Ну, а ты там будешь плавать. Давайте всё же тут тоже сделаем большущий. Ой-ой-ой. Просто посмотрите на это. Медведи уничтожили Юкалоис. Одним махом. Вы когда-нибудь вообще такое видели? Где вы ещё такое увидите? Война с медведями. Война. Не, ну, в какой-то степени они всё же добрые. Они уже там, наверное, в шахте работают. То есть, я так понимаю, шахта автоматическая. Не пойми, куда какое-то железо нужно. Ну, а лодки вообще всё равно будут рыбачить прямо возле огромной стаи медведей. Ооо, они вообще пошли к столице идут. К столице идут. Ничего себе. Какие они сильные медведи, однако. ускорим время и посмотрим, что же будет. Империя выживет или нет. Ну, в Югкалоисе откуда-то дети рождаются, непонятно. Наверное, на границе. Хотя, в принципе, повсюду уже стоят эти медведи. Напали на империю. Ну, это, кстати, будет интересно. Империя номер четыре. Правда, причина будет какая-то странная, почему она умерла. Ну, посмотрите, медведей уже почти нету. Или-то они просто все поразбегались. Ну, вы же помните, иначе бы сейчас было очень много их. Значит, все же империя подтверждает свой статус империи. Ничего себе. Ничего себе. Ну, в принципе, ничего можно и не делать. Тут можно разрешить губкой и все это убирать или ведром тут лаву пособирать. Давайте тут лаву пособираем. Не знаю, зачем вы это делаете. Угу. 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 Мы видим, что медведи проиграли этой войне. Все. А это означает, что эксперимент прошел удачно и мы понимаем, что империя все же подтвердила свой статус и это означает, что империя и вправду может справиться с такой ситуацией и нападением зомби. Ну, или же медведей, если они опять придут. То есть, даже, ну, давайте наберем с вами этот, наберем с вами 5 лайков и в следующий раз будет нападение не медведей, а уже кое-что получше. Либо же крокодилов уже от вас зависит, либо же носорогов. Не, знаете, все же лучше крокодилов, потому что они все же намного сильнее, чем носороги, потому что он плохо видит. Но подождите, давайте сейчас сравним их в нее статистику. Поставим раз, поставим два. Крепкий, толстый, сильный. Хм, что же лучше? У него урон какой? Урон 15-30, а тут 10-21. Ладно, уже от вас зависит. 5 лайков я ставлю носорогов, 10 лайков ставлю крокодилов. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и писать комментарии за своим желанием. Ну, а пока всем аревуар. Пока.